Алиев решил так. Если я соседский Мерседес назову Волгой 24, то можно будет презентовать на это чужой автомобиль, показывая всем документы на старую отцовскую Волгу. Если кто не понял, то мы о новом выпаде сына Гейдара в адрес Армении и армянских территорий. По указанию Алиева, теперь СМИ Азербайджана должны использовать только такие названия городов Армении. Даже методичку изготовили с выдуманными названиями наших городов. Процесс топонимической экспансии азербайджанский лидер начал с Вардениса. Эту дорогу напрямую ведет Басар-Кичерский район. Его в Армении называют Варденисским районом. Но настоящее название этого района и области – Басар-Кичер, заявил Алиев, находясь в оккупированном Карвачаре. Затем Алиев сделал псевдоисторический экскурс, заявив о древней азербайджанской земле, на которой сейчас живут армяне, и о том, что абсолютное большинство жителей на современной территории Армении были азербайджанцы. Что хотелось бы на это сказать? На территории Южного Кавказа мы имеем много ситуаций, когда историческая несправедливость была установлена волевым решением сверху. Однако, когда азербайджанское руководство говорит о якобы исторических землях азербайджанского народа, то они должны учитывать один простой нюанс. Юридически Азербайджан объявил себя правоприемником не Азербайджанской Советско-Социалистической Республики, а так называемой Первой Азербайджанской Республики. Так написано в Азербайджанской Конституции. И вот здесь разворачивается заочный спор между президентом Азербайджана и президентом России. В своей последней статье, посвященной взаимоотношениям с Украиной, Владимир Путин говорит о том, что республики и учредители СССР, после того, как они сами же вышли из состава СССР, должны вернуться в те границы, в которых они вступали в состав Союза. При этом Путин подчеркивает, что с этим постулатом трудно спорить. Можно сказать, что к моменту советизации Азербайджана, апрель-мая 1920 года, не только Анклавы, но и Нагорный Карабах и даже Нахичеван не были в составе Азербайджанской Республики. Про Севан и Ереван говорить опять же нет смысла. А если нынешний Азербайджан объявляет себя правоприемником Азербайджанской Республики, а не Азербайджанской Советской Социалистической Республики, то из СССР должен был выйти без того, что ему помогли получить советы, а также должен отказаться от любых иных территориальных притязаний, как к Армении, так и к Арцаху. Это следует из логики статьи российского лидера. Или в Баку наивно полагает, что статья относилась лишь к украинским реалиям и не выражала той фундаментальной сути внешней политики, которую Российская Федерация намерена проводить в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В 1991 году Азербайджан сумел соскочить и выйти из СССР без возвращения того, что сумел приобрести при помощи Советов. История во второй раз может не быть столь благосклонна к этой молодой стране. Тем более, что маятник истории уже качнулся в иную сторону, о чем свидетельствует уж упомянутая статья российского президента.